Новость дня. На всех ресурсах, из каждого утюга буквально. Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин опубликовал свою предвыборную программу. Эксперты обсуждают, секта свидетелей распространяет. Балаган под названием выборы 2018 набирает обороты. Честно говоря, я не хотел делать видео об этом балагане. Все эти фрики, Собчак, Грудинин, какая-то там жена муфтия, все это угрюмое шапито с неизбежным результатом. Ну вот пришлось, потому что как раз сегодня Павел Грудинин сделал Владимиру Путину предложение, от которого практически невозможно отказаться. Я Алексей Романов, канал Ньюсейдер. Давайте подробнее. Программу товарища Грудинина я прочел официально. Называется 20 шагов Павла Грудинина. Но реальное название, я думаю, другое. 20 абзацев какой-нибудь чепухи, лишь бы отстали эти чертовы политтехнологи. Ну там в самом деле чепуха. Ну вот смотрите, в первом же пункте наш усатый кандидат обещает национализировать железные дороги. Что? Государственные железные дороги национализировать? А других в России нет и по закону быть не может. Вот грабь награбленная, это я слышал. А вот национализирую государственно, вот с этим я столкнулся впервые. Но кроме того, в этом же первом пункте Грудинина обещает национализировать крупнейшие банки. А это какие? Сбер? ВТБ? В европейских странах доля государства в банковском секторе меньше 20%. А у нас еще до того, как ЦБ начал так называемую санацию промсвязь банка, доля государства была 66%. Сейчас около 70%. Что тут еще национализировать? Вся остальная программа примерно такая же. Новая индустриализация, продовольственная безопасность, духовное здоровье нации. В общем, халтура. Должна же быть у кандидата программа. Ну вот ему и выдали. А что там в ней написано? Да какая разница? Выборы-то все равно потешны. Но есть, однако, в этой программке один пункт, которому, мне кажется, следует присмотреться серьезно. Почти в самом конце этой своей зюгановской, ну там у Зюганова там все переписано, товарищ Грудинин сообщает, как он намерен восстанавливать систему народовластия. Вернем народу право на референдум, увеличим компетенции парламента, президент станет под контролем народу, избираться будет только два раза за всю жизнь. И вот плюс к этому самое главное, будет учрежден Высший Государственный Совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно принципиально важное решение президента страны. Ай, красота-то какая! А какая простодушная откровенность! Тут, знаете, у нашего солнцеликого возможность избираться в президенты заканчивается. Так давайте мы для него должность выше президентской соорудим. Давайте сделаем его начальником над президентом. Начальником бессменным, ну это же госсовет, какие там сроки, кондиции, вы что? Начальником всемогущему у президента полномочия отнимем, главе госсовета отдадим. Ну и начальником, который рутиной не обременен. Ну прямо же сказано, будет одобрять только принципиальное решение. В общем, царский подарок приготовил Павел Николаевич, Владимир Владимирович. Вообще не какие-то там вшивенькие гарантии неприкосновенности Навального. Это предложение стать в России тем, кем в Иране 39 лет назад стал Айитолох Амини. Официальным высшим руководителем страны и одновременно ее духовным лидером. Хотя, разумеется, никакое это не предложение. Не для того в народного миллионера столько денег вбухали и не для того, столько народу сейчас посадили на его продвижение, чтобы он вот самодеятельностью занимался. Идея переустроить российскую власть по иранскому образцу, я уверен, исходит из Кремля. Вопрос только, что это? Пробный камень? Попытка еще раз протестировать реакцию общества на подобную идею? Или начало приучения общества к его будущей реальности? Вот сегодня об этом сказал Грудинин. Завтра какой-нибудь Иванов, потом Петров. И когда в один прекрасный день явится перед нами наше ясно-солнышко и сообщит, вот мы тут с товарищами посовещали, в целях дальнейшего положения, бум-бум-бум-бум-бум, то идея эта покажется всем нам уже давно и хорошо знакомой, почти родной, и протолкнуть ее будет намного проще, чем если бы они взяли и огорошили нас. Все, вот со следующего четверга Путин масса и Тула. Кстати, впервые идея сделать Путина главой надпрезидентского госсовета, она была вкинута в публичное пространство больше года назад. Для этого тогда, я хорошо помню, вот так же ударно, как сейчас почти самого Грудинина, распиарили такого Валерия Соловья. Человек для власти свой, замкафедры МГИМО, лишнего не скажет. И вот именно он озвучил. Путин, дескать, досиживает четвертый срок и уходит на повышение. Но тогда это был один из нескольких возможных вариантов. Там были лысые волосаты, английская королева, полюбюро 2.0. Теперь, возможно, они сделали выбор. Вот тогда я для одного из своих видео даже набросал схемку такого политического устройства. Вот три ветви власти, над ними президент, например, Медведев, а над ним госсовет во главе с Путиным. Грудинин сегодня предложил в точности то же самое. Ну, разве что мордочку можно поменять. Ну, все-таки кандидат. А значит, либо человек штудирует каждый мой выпуск, либо они там в течение вот этого года думали, выбирали и таки выбрали. Выбрали основной вариант из тех, которые были год назад. А неплохой выбор, надо сказать. Путин-то ведь у нас, кажется, и в самом деле истово уверовал. И роль духовного лидера, судя по всему, принять готов с удовольствием. И схема ему подобная явно нравится. Ну, зря, что ли, мы с Ираном дружим. Да так дружим, что даже лозунги «Смерть России» не замечаем. А ведь недавние протесты, которые проходили в Иране, они проходили и под такими лозунгами. И что, была с нашей стороны хоть кентреакция? Ну, а самое главное. Проблему четвертого, он же последний срок Путина решать-то ведь все равно им надо. Ну, вот продлят они ему в марте полномочия еще на шесть лет. Так мы даже глазом моргнуть не успеем, как эти шесть лет пролетят. И дальше что? Вот что делать? А вот превратить Путина в айетолу в сияруси, кажется, вполне себе решение. И ему там, в заоблачных выстях, хорошо хоть с Ганди разговаривать. Им, здесь, с этим губернатором, премьером, президентом, без надоевшей уже вот этой санцеликовой опеки, тоже, в общем-то, неплохо. Другими словами, то, что предложил сегодня Грудинин, вполне может знать основой для элитного консенсуса. Ну, а что там по этому поводу подумают люди, электорат? Ну, а что скажем, то и подумают. Шесть лет впереди уж как-нибудь распиарим идею. Вот такие невеселые выводы появились у меня сегодня после прочтения Грудининской программы. Ну, а, собственно, чего бы хотели? Если не желаете испорить себе настроение, не читайте программы фейковых депутатов, так других же нет, ну, так вот, никаких и не читайте. Даешь бойкот так называемых выборов, Россия будет свободной. И подпишитесь. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова